Там берутся талончики, здесь информация, которая уже в электронном варианте будет. С новой системой записи на прием к врачу, как обещают медики, очереди и давки у регистратуры останутся в прошлом. Вся процедура теперь полностью цифровизирована. Все для удобства родителей и, конечно, маленьких пациентов, которые будут лечиться в этой поликлинике. Здесь нет карт, здесь прямая запись через электронный портал, через терминал, который находится. Их здесь два в холле. Сейчас мы все это вам покажем. Поэтому это замечательная такая, скажем так, основная ступенька, очередная ступенька, которую мы достигли в 2019 году. Впрочем, инновации на этом не заканчиваются. В каждом кабинете установлены видеокамеры, а также есть специальные таблички для детей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы юные пациенты не переживали перед предстающим походом к врачу, в коридорах поставили телевизоры и показывают мультфильмы. Оборудованы игровые зоны. Даже стены в коридорах выкрашены в теплые, успокаивающие тона. При этом на каждом этаже цвета разные. Это так называемая навигация цветовая. Она позволяет более быстрее найти правильный этаж и специалистов. Потому что, если вы обратили внимание, не только стены. Видите, заходишь и видно, какой номер кабинета сразу от двери. Поэтому тут нет проблем, что вот зашел, увидел. На ремонт детской стоматологической поликлиники было потрачено 39 миллионов рублей. Все средства выделены из областного бюджета. Почти треть 12 миллионов ушла на покупку современного оборудования. Здесь закупили не только стоматологические кресла, но и полностью обновили лаборатории таких установок в области единицы. Зуботехническая лаборатория. На три рабочих места. Наши специалисты. Большим, огромным опытом. Много чего они знают, умеют и делают. Здесь делают слепки для детей. Новшество и в хирургическом кабинете. Теперь стоматологи будут работать в комфортных условиях. И что самое важное, по всем нормам СанПина. По всем канонам, как то, должна вестись хирургическая стоматологическая служба. То есть у нас есть непрерывный кварцевый облучатель. Вот один повешали. Вот напольный. Вот. Третий. Дальше. Обработка инструментов. Теперь будет проводиться по всем... Она и раньше проводилась по всем правилам. Но сейчас это будет особенно тщательно. Все проводится. Вот эта комната здесь будет произойдется дезинфекция и пристерилизационная обработка. Вот у нас комнаты разделены. То есть уже обработанный инструмент передается в тот кабинет. Особая гордость поликлиники – это рентгенологический кабинет. На этих аппаратах лаборанты могут делать не только сложнейшие, но и точнейшие снимки и даже в 3D-модели. Здесь же можно проводить и компьютерную томографию при переломах челюсти. Раньше это делали в другом месте. Теперь же весь комплекс медицинских услуг оказывают в одном здании. Нам поставили новый аппарат. Это отопонтонограф, который мы будем делать панорамный снимок зубов. То есть полностью на пленке будут видны нижняя и верхняя челюсть. Первых пациентов в отремонтированном здании детской стоматологии ждут уже с 27 декабря. Юные пациенты, безусловно, по достоинству оценят ту теплоту и заботу, с которой их здесь примут. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.